Ну что ж, уважаемые гости, коллеги, студенты, рад приветствовать вас на нашем ежегодном мероприятии. И сегодня наш рассказ пойдет, как вы уже поняли, на астрономическую тематику. Времени не очень много. Я постараюсь какие-то моменты проговаривать, может быть, излишне быстро. Но я думаю, вы уже поняли, что если есть дополнительные вопросы, вы всегда можете задать их на кафедре астрономии и космической геодезии в статусе школьника. У нас еженедельно проводится кружок по средам 17-20. Это на всякий случай, если вдруг вы заинтересуетесь либо мы, точнее не либо, а тех, кто постарше ждем в качестве абитуриента, в качестве наших студентов. Ну и я признателен тем студентам нашей кафедры, которые пришли задать, видимо, самые каверзные вопросы. Очевидно, для вас будет все чуточку проще, понятней и, может быть, какие-то моменты покажутся банальными. Но, надеюсь, вам тоже будет интересно. Итак, речь сегодня... Да, я постараюсь оставить 5-10 минут на вопросы, хотя если что-то совсем короткое, можно вполне перебивать в процессе лекции, так будет оперативнее и проще. Итак, речь сегодня пойдет о семейном портрете двух, наверное, самых важных для нас объектов Солнечной системы. Это Солнце и Земля, хотя на самом деле большую часть внимания я хотел бы уделить не портрету этих объектов как физических тел, а описанию их взаимодействия или то, что называется, космической погоды. И несмотря на то, что времени сегодня достаточно мало, я хочу начать издалека. Начать с не самого крупного, но достаточно крупного масштаба, который охватывает десятки световых лет вокруг нашей Солнечной системы. И, наверное, для кого-то из вас это будет еще одним подтверждением, для кого-то мини-открытием, что на самом деле и наша Вселенная, и наша галактика, и вот кафедра, за которой я стою, и мы с вами, в общем-то, состоим из пустоты. Потому что расстояние между звездами, как вы видите, намного больше, чем размер этих самых звезд. И вокруг каждой звезды, возможно, вращается планетная система, которая в масштабе нашей презентации практически не видна. Если мы подойдем, вот спасибо большое, к центру и посмотрим на центральную звездочку, на наше Солнце, то вокруг него будет вращаться восемь больших планет, огромное количество мелких и очень мелких тел, астероидов, комет, космической пыли. Притом размер этой полости, где доминирует поле притяжения Солнца, около ста тысяч астрономических единиц. Астрономическая единица – это 150 миллионов километров, это расстояние от нашей планеты до Солнца. Я постараюсь сегодня не очень, скажем так, часто обращаться к числам, хотя какие-то вещи все равно придется озвучивать, просто потому что сегодняшний доклад, наверное, как нельзя лучше иллюстрирует пословицу «астрономические числа», они будут настолько большие, что представить их в нашей обычной жизни просто невозможно. Но неважно. Важно, что какое бы ни было расстояние от нас до Солнца большое, 150 миллионов километров, размер нашей планетной системы в сотни тысяч раз больше. И размер, совокупный объем тел, которые ее занимают, практически нулевой. Поэтому наша Солнечная система тоже состоит из пустоты. И вот эта вот схема, которую я здесь привел, она вообще никоим образом не отражает масштаб. Потому что кажется, что планеты налеплены тесно-тесно друг к другу, а на самом деле расстояние между ними в сотни тысяч и миллионы раз больше, чем эти самые планеты. Вот примерно так выглядят относительные размеры восьми крупных планет, восьми больших планет Солнечной системы. И часть диска, которая не поместилась, естественно, это наше Солнышко, помещенное здесь в масштабе. И речь пойдет о взаимодействии, собственно, самого Солнца. И вот третий по размеру планеты, если с самой мелкой начинать, нашей Земли. Итак, давайте начнем с портрета нашего Солнца. Вот предыдущими минутами я отдал дань названию. Мы договорились, что будет семейный портрет, надо было семью каким-то образом обозначить. Но, на самом деле, о двух членах семьи пойдет речь. Земля и Солнце. Начнем мы с Солнца. Прежде всего, Солнце, оно очень разное. Вот здесь я привел изображения Солнца, полученные с наземных и космических обсерваторий в разных длинных волн. Наверняка вы знаете или догадываетесь, что современная астрономия работает не только через оптическое окно, не только в том диапазоне, в котором чувствует наш глаз. Мы можем регистрировать ультрафиолетовое, инфракрасное излучение, рентгеновские лучи, гамма-лучи. Мы можем регистрировать радиоволны от Солнца. И объединяя эту информацию, мы можем намного полнее понимать те процессы, которые происходят на изучаемых нами объектах. Я хочу обратить внимание на две правые картинки. Вот картинка, которая справа большая, это Солнце, как говорят астрономы, в белом свете. То есть мы просто поставили перед телескопом фильтр и навелись на Солнышко. И увидели, что во-первых, в центре оно ярче, чем по краям. Во-вторых, что на нем есть такая рябь, которую мы называем грануляцией. И самое главное, вы видите, на Солнце есть темное образование, которое мы называем пятнами. И они, оказывается, влияют на нас намного сильнее, чем мы можем себе представить. Но, да, маленькое дополнение. На самом деле, сейчас, когда простенький телескоп относительно дешев, практически каждый может его купить, наверняка одной из первых светил, которые вы захотите посмотреть, будет Солнце. Я должен вас предупредить, что ни в коем случае, ни в телескоп, ни в бинокль нельзя наблюдать Солнце без специального фильтра. Не темных очков, а именно специального фильтра, который примерно в 100 тысяч или миллион раз ослабляет свет нашего светила. Иначе можно остаться и без телескопа, и что более печально, без глаз. Это вот... Я надеюсь, что здесь есть будущие экспериментаторы, которые захотят наблюдать Солнце. Вот, имейте в виду, только через фильтр, либо использовать проекцию. Но самое интересное изображение здесь – это вот это странное размытое пятно, красно-зеленое, на голубом фоне. На самом деле, все, что кроме него здесь показано – это изображение Солнца в разных диапазонах. Начиная от самых коротких длин волн, вы видите, 94 ангстрема и заканчивая ближним икадиапазоном. А вот это изображение – это фотография Солнца, полученная с помощью нейтрино, то есть не с помощью электромагнитных волн, а с помощью частиц, которые рождаются в недрах Солнца в результате термоядерных реакций. Изображение, разрешение здесь не какущее. Вот поперечник – это вся небесная сфера, полусфера 180 градусов, но это действительно революция в наблюдательной астрономии. Впервые мы в 21 веке научились строить картинки чем-то кроме электромагнитных волн. Немножко поговорим о параметрах Солнца. Солнце в числах. Вы видите, что числа все достаточно страшные. Например, масса Солнца – 2 на 10, 33 степени грамм. Энергия, которую Солнце выделяет каждую секунду – 10 с 33 ноликами Эрк. Сложно это представить, хотя на самом деле все достаточно прозаично. Если мы возьмем килограмм солнечного вещества и килограмм, например, прелой листвы или опилок осенью, которые будут, естественно, за счет процессов окисления, которые мы называем в простонародье гниением, выделять тепло, то окажется, что килограмм опилок выделяет больше энергии, чем килограмм Солнца. Солнце просто очень большое, поэтому оно нас обогревает и освещает. На что я хочу обратить ваше внимание? Во-первых, разница плотности. Смотрите, Солнце всего лишь в среднем полтора раза тяжелее воды, но в центре плотность на два порядка выше. И температура. На поверхности Солнца температура 6000 градусов. Астрономы и физики измеряют температуру в Кельвинах. При таких температурах градус Кельвина и градус Цельсия – это одно и то же. 6000 – казалось бы, ой, как много! Но смотрите, в недрах Солнца температура порядка 15 миллионов градусов. И при таких температурах могут идти те самые термоядерные реакции, то есть объединение водорода, из которого Солнце состоит на 70% в атомы гелия. И за счет этого Солнце светит. Как и любая звезда, оно будет светить не вечно. Сейчас оно находится примерно в середине своего жизненного пути. Оно образовалось примерно 4,5 миллиарда лет из газополевого облака, сжимающегося, как и любая другая звезда. И еще примерно 4 миллиарда лет, осталось ему до момента, когда термоядерное топливо в недрах исчерпается. И Солнце начнет сначала раздуваться, превращаясь в красный гигант. А потом сбросит свою оболочку и останется вот такой остывающий трупик, называемый белым карликом. Это, по сути дела, оголившееся ядро Солнца. Оно будет очень горячее, с температурой сотни тысяч градусов, а размером буквально с нашу планету. Но жизнь на нашей Земле прекратится намного раньше. Дело в том, что размер красного гиганта будет примерно с орбиту Марса. И естественно, Земля будет просто поглощена. Но еще где-то вот здесь Солнце уже достаточно хорошо подогреет нашу планету. Каждый миллиард лет примерно на 10% будет возрастать светимость. Соответственно, через пару миллиардов лет, пару-тройку, на нашей планете будет жить уже очень сильно некомфортно. Поэтому то, что сейчас мы ищем пригодные для колонизации планеты у других звезд, пытаемся понять, как реализовать перелеты к другим мирам, это, конечно, не вот прямо насущная необходимость. Завтра взяли и полетели. Но если мы хотим выжить, если мы себя по дороге сами не уничтожим, то рано или поздно такая проблема перед нами возникнет. Ну и еще хотел бы вам сказать, что хотя Солнце нам кажется большим горячим, но по сравнению с другими звездами оно не такое уж большое, не такое уж горячее. Вот посмотрите, по вертикальной шкале отложена светимость звезды, по горизонтальной температуре и Солнце, вы видите, это такой середнячок. Есть звезды намного холоднее, с температурой там 3000 градусов, есть звезды с температурой 30-50 тысяч градусов. Есть звезды, которые в сотни тысяч раз горячее и в миллионы раз ярче нашего Солнца, есть звезды, которые светят в миллионы раз слабее. То есть Солнце – это такая очень универсальная, на самом деле, оказывается, единица измерения, поэтому часто светимость звезды измеряют в светимостях Солнца, массу звезды измеряют в массах Солнца, чтобы не связываться вот с этими страшными числами, которые я все-таки рехнул вам показать. Еще одна особенность современной науки, в том числе и астрономии, что мы изучаем не только поток энергии в виде картинки, то есть устроим, условно говоря, изображение Солнца такое или такое, а мы изучаем распределение этой энергии по длинным волн. Делаем, как говорят, спектр, может быть, самым младшим, здесь присутствующим понятнее слово «радуга». Вот график сверху и радуга снизу – это одно и то же. И даже по длинным волн они, в принципе, соответствуют. Видно, что в спектре Солнца есть темные линии, которые впервые открыл почти два века назад Фраунгофер и положил тем самым начало химического анализа звездных атмосфер. И, по сути дела, все, что мы сейчас знаем о недрах звезд, мы знаем благодаря изучению вот этих самых черных полосок в спектрах Солнца и других звезд, потому что другие звезды ничем не хуже, их излучение тоже можно разложить по длинным волнам. Как же устроено наше Солнце? Три основные оболочки его слагают, но нам не видны. Это центральная часть, которая называется ядро, и где происходит энерговыделение. Это область, где фотоны достаточно быстро, ну, на самом деле, медленно. На самом деле, на это нужно больше миллиона лет. Но, тем не менее, относительно беспрепятственно переизлучаются, мигрируют на поверхность, и внешняя зона, где фотоны тормозятся веществом, и поэтому, чтобы вывести энергию наружу, подключается конвекция. Это очень напоминает кастрюлю с кипящей кашей. Соответственно, внешняя поверхность Солнца кипит, и мы проявление этого кипения дальше увидим. Но напоминаю, что самое главное с точки зрения энерговыделения происходит вот в этой четверти примерно объема Солнца. Именно здесь происходят термоядерные реакции. Вот примерно так они записываются. Вы видите, что на входе у нас атомы водорода, точнее протона, потому что при температуре 15 миллионов градусов этот водород, естественно, будет ионизован, а на выходе, как правило, гелий, ну и небольшое количество элементов тяжелее. Я понимаю, что не всем сейчас интересна вот эта термоядерная физика. Скажу по-другому. Когда Вселенная примерно 13,5 миллиардов лет назад возникла, в ней было только два химических элемента – водород и гелий, и то не сразу. Ну, небольшое количество более тяжелых, но ничтожное количество. А все остальное, оно возникло из звезд. Вот много ли в нас водорода и тем более гелия? Очень мало. Мы в основном состоим из более тяжелых элементов – углерод, азот, кислород. И без остальной таблицы Менделеева, которую медики называют микроэлементами и макроэлементами, мы существовать не можем. А оказывается, что все эти элементы возникли в результате термоядерных реакций в звездах. Либо в недрах звезд, либо в результате их взрыва. То есть мы на самом деле без преувеличения дети звезд. И та мебель, то здание, внутри которого мы находимся, все то, что нас окружает, поскольку это не водород и не гелий, оно было образовано в результате термоядерного синтеза. То есть на самом деле без звездной эволюции не было бы не просто галактик и звезд в нынешнем понимании, не было бы нас с вами. И если где-то на планетах вокруг других звезд есть другая разумная жизнь, то вряд ли она была бы возможна без этих самых тяжелых элементов. Ну и еще пара слов по поводу этих слайдов. Вот эта вот страшная белая запутанная линия, это схематичный путь кванта света, фотона, который родился при температуре 15 миллионов градусов в ядре и пытается вырваться за пределы Солнца. Если бы он шел беспрепятственно, то радиус Солнца 700 тысяч километров, он прошел бы меньше, чем за три секунды. Однако ему на это путешествие нужно больше миллиона лет. Но есть частицы, которые практически не чувствуют вещество и вылетают из Солнца за 2,5 секунды и еще 8 минут, и они уже на Земле. Это как раз те самые нейтрино. Поэтому, когда я вам показывал самую первую фотографию, я обратил на нее внимание. Потому что это фотография не поверхности Солнца, это фотография ядра Солнца, которое по-другому никак мы увидеть не можем. Двигаемся дальше. Вот поверхность Солнца. То есть вот те три оболочки, которые я назвал, ядро, зона лучистого переноса, конвективная зона, мы увидеть никак не можем. Мы можем посчитать, какие там параметры, мы можем их смоделировать, но различить их мы не можем. То, что мы видим, начинается вот здесь. Это то, что называется фотосфера. Видимая поверхность Солнца. Конечно, мы ее видим и без телескопа хорошо, но в телескоп все-таки лучше. И первым человеком, который на нее взглянул вооруженным глазом, был, конечно же, Галилео Галилей. 400 лет назад он и его коллеги практически одновременно и независимо сделали ряд фундаментальных открытий. И если говорить про Солнце, то открыли вращение Солнца и сделали наблюдение вот тех самых солнечных пятен, которые вы видите на первых зарисовках начала XVII века, возможными без счастливого стечения обстоятельств. Иногда говорят, что Галилей открыл пятны на Солнце. Конечно, это не так. В славянских летописях есть упоминание, что на Солнце черные пятна, аки гвозди вбиты. То, что на Солнце есть пятна, упоминается в китайских летописях, японских. И вообще, чтобы увидеть пятна на Солнце, достаточно использовать естественный фильтр. Не очень плотное облако, дым костра, атмосферу на восходе и на закате. Но только если на Солнце есть вот такие огромные, давайте их посмотрим, вот такие огромные пятна, по размеру сравнимые с Юпитером и намного превышающие Землю. Тогда, если вы просто возьмете закопченное стеклышко или фильтр и посмотрите на Солнце, вы сможете увидеть, что на нем действительно есть пятна. А если не повезло, а если таких больших пятен нет, тогда не увидите. И, собственно говоря, заслуга Галилея в том, что он сделал возможную регистрацию пятен, вне зависимости от того, они большие или маленькие, или нет вовсе. Мы можем посмотреть и сказать, ага, сегодня на Солнце пятен нет. И, кстати говоря, почему в прошлом году были, а сегодня нет, на протяжении нескольких веков было достаточно серьезной загадкой. Но обо всем по порядку. Вот как выглядит поверхность Солнца фотосфера при большом приближении. Вот край диска Солнца. Вы видите темные области и светлые, которые называют факелами. И вот та самая кипящая рисовая каша, ну точнее ее отголоски, турбулентная, конвективная внешняя часть Солнца и пятна. Смотрите, какие они красивые. Смотрите, какую тонкую структуру они на самом деле имеют. Тень, полутень. Пятно почему черное? Потому что оно холодное. Ну что значит холодное? 4,5 тысячи градусов. По меркам остальной фотосферы это достаточно мало. Поэтому на фоне горячей фотосферы с температурой почти 6 тысяч градусов пятно выглядит вот так, как выглядит. А если бы мы могли зачерпнуть кусочек Солнца, поместить в окружающий космос, то солнечное пятно было бы отнюдь не таким уж холодным. Мы помним, что есть звезды с температурой 3-3,5 тысячи градусов. Вот еще одна фотография Солнца. И давайте двинемся дальше. Про то, что пятна бывают большие и маленькие мы уже поговорили. Про то, что Солнце по-разному выглядит в разных диапазонах я упоминал. И в принципе вот картинка иллюстрирующая одну и ту же область на разных длинных волн. И вот, собственно говоря, вот, кстати говоря, правая картинка – это Солнце в ультрафиолетовом диапазоне сегодня утром. Вы видите 24 марта в 5 часов утра всемирного времени, это примерно полдевятого. Вот такую возможность в режиме реального времени отслеживать, как выглядит наше Солнце, дают нам телескопы, которые обращаются за атмосферой и поэтому могут наблюдать Солнце в тех диапазонах, которых мы не видим сейчас, в принципе, на Земле, потому что атмосфера непрозрачна. Ну и левая картинка – это протуберанец, гигантский выброс Солнца. Ну и остальная кухня. Самое интересное – это вот эти яркие области, которые сопряжены с очень сложной конфигурацией магнитного поля. Но самая интересная конфигурация магнитного поля, конечно, во внешней части Солнца, в короне и хромосфере, которые видны только во время солнечных затмений, если мы наблюдаем Земли, потому что нам мешает рассеянный свет земной атмосферы. А вот для спутников такие фотографии возможны хоть каждый день, потому что там нет атмосферы и возможно наблюдать Солнце постоянно. Но на самом деле Солнце можно… Да, затмения Солнца бывают не только полные, но и частные. И вот здесь я привел несколько фотографий крайнего случившегося частного затмения. Это затмение 25 октября минувшего года. В Казани Солнце выглянуло, ну, минут, наверное, на 15 без облаков. В основном была вот такая картинка, как на фотографии сверху. И это тот случай, когда фотографию Солнца можно получить без использования фильтра. Облака отлично работали. А вот то, что показано снизу – это фотография, полученная в Калужской обсерватории нашими коллегами, которые, кстати, здесь присутствуют. И вы видите, что если подойти к вопросу умеючи, то можно получить не просто информацию о том, сколько на Солнце было пятен и какие были выбросы, но и достаточно красивые с точки зрения художественной кадры. Вот вы видите выбросы на Солнце протуберанцы, вы видите пятна, вы видите светлые факельные области, вы видите неоднородность, связанную с конвекцией. Но это, конечно, изображение, полученное не в видимом свете, а в линии водорода. Еще одно наблюдение Солнца, которое состоялось существенно раньше – это наблюдение прохождения Венеры по диску Солнца. Следующее будет только в 22 веке. А это транзит Венеры 6 июня 12 года. Последний транзит в наступившем 1000 веке. Вот одиночный кадр, вот как Венера двигалась по диску Солнца. В чем ценность таких наблюдений? Именно наблюдая прохождение Венеры по диску Солнца, в 1761 году Михаил Васильевич Ломоносов открыл атмосферу Венеры. Это было первое открытие атмосферы у объекта вне Земли. Более того, именно наблюдение прохождения Венеры по диску Солнца позволили уточнить расстояние от Солнца до Земли и таким образом уточнить шкалу размеров нашей Солнечной системы. То есть, казалось бы, картинка картинкой, но и из нее можно сделать вполне себе серьезные выводы, если опять-таки к вопросу подойти умеючи. Ну а вот так выглядит солнечное вещество, которое вырывается за пределы внешних областей Солнца и устремляется в окружающее межпланетное пространство, например, к Земле. Вот как выглядит мониторинг солнечного выброса, проводимый космическими аппаратами. Вы видите здесь практически двухсуточный 48-часовой ролик и видно, что все происходящее на Солнце совсем не стационарно. То есть, космических лучей то много, то мало. Плазма вырывается то обильно, то спокойно. Вот этот яркий объект, это скорее всего звездочка, на нее не пугайтесь. Факт тот, что вот такие интересные кадры, которые позволяют нам понять, как устроено Солнце и что с ним происходит сейчас, мы получаем опять-таки в режиме реального времени. Почему это важно? Потому что Солнце меняется. Вот здесь показана форма и размеры, относительные размеры корона Солнца в течение 11 лет. Именно столько длится цикл солнечной активности. Именно с таким периодом меняются магнитные полюса на Солнце. Именно с таким периодом появляются и исчезают пятна. И именно такой период оказывает наибольшее влияние на нас с вами. Ну, всякие интересные картинки, связанные с тем, что магнитные силовые линии, как резиновые жгуты, наматываются на Солнце. И вследствие этого, на самом деле, происходит в конечном итоге переполюсовка. Пятна на Солнце, оказывается, появляются на разных гелиографических долготах. Так, понял. Но самое интересное, что проследив длинный ряд солнечной активности, мы можем увидеть вот такую картинку. Это шкала десятков лет, это шкала сотен лет и даже тысячи лет. Но самое интересное, смотрите. Вот нижняя кривая – это изменение температуры на нашей Земле. Верхняя кривая – это изменение количества пятен на Солнце, точнее числа Вольфа. Вы видите, что есть достаточно уверенная связь. Конечно, это не лобовая такая корреляция, но говорить о том, что сейчас у нас потепление глобальное, просто потому что мы каким-то неразумным образом используем ресурсы нашей планеты, наверное, не стоит. Потому что подобные потепления и похолодания случались и раньше. Они коррелируют с солнечной активностью. И то, что происходит сейчас, в значительной степени связано с тем, что происходит на Солнце. Это не значит, что нужно, как говорится, гадить под себя, выбрасывать парниковые газы и прочий мусор на родную планету. Но то, что именно антропогенное воздействие обусловило глобальное потепление – это, скорее, преувеличение. Дальше. Самое главное, что Земля находится в расширяющейся солнечной короне. И то, что происходит на Солнце, влияет на нас. Первым об этом задумался еще в 18 веке Уильям Гершель. А из наших соотечественников, ну и почти современников, Александр Чижевский, основоположник гелиобиологии, изобретатель аэроионизатора воздуха, который мы называем люстры Чижевского, он впервые попытался проанализировать связь процессов, происходящих на Земле и процессов, происходящих на Солнце. Вот вы видите совершенно разные графики. Количество смертей, скорость роста бактерий, количество ДТП. Все это так или иначе связано, вы видите, коррелирует или антикоррелирует с количеством пятен на Солнце. То есть оказывается, что космическая погода достаточно хорошо на нас влияет. Более того, она влияет не только на нас, на живых, она влияет и на электронные устройства. И механизм этого влияния – это возмущение нашей магнитосферы солнечным ветром, солнечной плазмой. Я понимаю, что осталось буквально несколько минут и хотел завершить красивой составляющей нашего с вами взаимодействия, составляющей, которую мы называем полярным сиянием. Вот эллипс, который, ну точнее неправильный такой бублик, который снизу – это авроральный овал. Чем он ярче, тем больше вероятность полярного сияния. И вот вы видите, что в концентрических окружностях вокруг магнитных полюсов Земли полярное сияние достаточно вероятны. А сейчас вот буквально сегодня ночью была мощнейшая магнитная буря. И если бы чуточку нам больше повезло и не было облачности, то полярное сияние можно было бы наблюдать не только, как мы привыкли там где-нибудь в Мурманске или Петрозаводске, а буквально на нашей широте. Ваш покорный слуга в годы максимума солнечной активности наблюдал полярные сияния не только в Казани, но и на Северокавказской обсерватории. А в годы самых мощных вспышек на Солнце полярные сияния доходили до области экватора. Это результат, собственно говоря, наших наблюдений, любований, как угодно можно назвать. Это вот фотографии полярных сияний, которые получены буквально меньше месяца назад. А вот ролик, который я все-таки не удержусь и вам покажу. Это полярное сияние, наблюдаемое с борта межпланетной космической станции. Вот такую красоту видят космонавты, когда на Земле оказывается происходит геомагнитный шторм. Полярные сияния свойственны не только Земле, но и другим планетам Солнечной системы. Ну и минутка юмора. Когда сегодня я посмотрел, что еще народ наснимал с полярными сияниями, то обнаружилось, что достаточно много фотографий НЛО. Ну, причем, на самом деле, первые отзывы, они были такие. Вот даже мувик называется, клип «Уфо», потому что непонятно было, что это такое. Так. Ну, здесь, наверное, уже на музыка. Я все-таки буду говорить. Смотрите. Полярное сияние – это прекрасно. Вы видите образующиеся и исчезающие шары. То ли инопланетяне решили посмотреть полярные сияния, то ли, как выяснилось, наши соседи, шведы, запустили ракету, которая с помощью соединения алюминия, бария, стронция провоцирует свечение атмосферы и помогает изучить полярные сияния, которые, на самом деле, вы видите, образуются очень высоко. Мы знаем, что линия Кармана, формальная граница Солнечной системы, извините, атмосферы 100 км, казалось бы, выше космоса, а ничего подобного. Полярное сияние, свечение нашей атмосферы происходит до высоты 300-400 и даже больше километров. И от света полярного сияния, на самом деле, можно наблюдать зависимость высоты образования тех свечений, которые мы наблюдаем. А причина этих сияний – вот такие выбросы. Здесь анимация солнечной вспышки, иллюстрация того, как выброс движется, может двигаться в сторону Земли. И я указал два самых мощных за историю человечества наблюдений за крайние 250 лет солнечных вспышки – Керрингтонское событие и Квебекский блок-аут. Они привели к тому, что в первом случае не было еще ни сотовой связи, ни телевидения, ничего, но радиотелеграфная связь и на североамериканском континенте, на Европе, на несколько суток сбоила. Здесь произошла авария на подстанции в Канаде. Но и в целом мы, как живые организмы, и технические наши средства достаточно сильно уязвимы от космической погоды. Но причина и механизмы такой взаимосвязи – это предмет отдельного исследования. К сожалению, мое время истекло. Спасибо за внимание. Может быть, пару вопросов мы успеем задать. Ну давайте хотя бы один. Вопросов нет в двух случаях. Да. Вопрос такой. Вы показали кадры, не ты несел, да? И сказали, что разрешение довольно низкое. Предположим, у вас там, как у ученого, появляется в руках, и у испорта с разрешением, с представимым, с современной открытией. Какие открытия смогут космическим исполнить? Ну, прежде всего, это тонкая структура ядра Солнца и распределение областей термоядерных реакций. Потому что мы это воспринимаем как кипящий котел. Но мы ничего не знаем ни про магнитное поле там, ни про тонкую структуру. И вот пока подобное устройство не появится, наверное, не узнаем. Да. Как получают изображения с помощью нейтрина? Изображения получаются, хотя это называется нейтриные телескопы, по факту это детекторы элементарных частиц. То есть это огромные резервуары, заполненные веществом, которое чувствительно к нейтрино, причем на сотни и тысячи тонн вещества, может произойти в сутки одно или два взаимодействия, которые приведут к образованию атомов или вспышкам света, которые мы можем регистрировать. И по регистрации этих явлений мы можем сделать вывод о том, что событие произошло, можем сделать вывод об энергии этого события и тем самым отличить нейтрино, например, которые родились в недрах Солнца, от нейтрино, которые пришли к нам от соседей Сверхновой. И можем в ряде случаев сделать вывод о направлении движения и именно это путь к нейтриным фотографиям. Приятно, что несколько таких инструментов находятся в Российской Федерации. Это знаменитый баксанский нейтриный телескоп, который находится в выработанной шахте на Северном Кавказе, ну, на Центральном Кавказе. И это Байкальский нейтриный телескоп, о котором сейчас достаточно много говорят, потому что он получил, по сути дела, второе дыхание. Еще вопросы? Можно? Нужно, да. Роман, скажите, пожалуйста, есть тут базовый экран для Юпитера шанс в далеком-далеком будущем стать звездой по имени Солнца, в короче, да, набрать массу и... Нет. Юпитер немножко не дотягивает до... Ну, как немножко, почти в 10 раз не дотягивает до нижнего предела, чтобы включились термоядерные реакции, и накопить это вещество сейчас мы просто неоткуда. То есть все, что было возможно, он упустил 4,5 миллиарда лет назад, когда формировалась Солнечная система. Ну, есть ли еще вопросы? Да. Получается, он может наблюдать пятна на Солнце и предсказывать какие-то магнитные бури? Совершенно верно. Ну, по пятнам на Солнце предсказывать магнитные бури тяжело, а вот наблюдая вспышечные области, области корональных дыр, вполне себе возможно. Потому что свет мы видим, 8 минут идет от Солнца до Земли, а плазма идет двое-трое суток. И поэтому у нас есть, условно говоря, два дня, чтобы настроить телескопы у космонавтов, чтобы усилить свою защиту, чтобы не подвергнуться дополнительному облучению. У любителей настроить фотоаппараты. То есть, в общем-то, да. А у медиков подготовиться к повышению количества вызовов скорой помощи. Потому что, на самом деле, то, что мы называем геомагнитная буря, это вполне себе астрофиномическое физическое явление. И то, что есть геомагнитозависимые люди, которые эти возмущения чувствуют, но это медицинский факт, мы так устроены. Мне вот подсказывают, что время вышло. Еще раз спасибо за внимание. Если есть вопросы, можем пообщаться, как говорится, в кулуарах. Либо ждем вас на кафедре астрономии. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЬСИГНАЛЬНАЯ МЕЗКИ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok